Девушки отдыхают Девушки отдыхают Сможет ли группа помешанных на чистоте людей изменить привычки целой нации? Это поможет избавиться от запаха От этого поможет? Нет нужды Ужас! Тут воняет кошачьей мочой Ну ладно Или это уже слишком? О боже Меня сейчас тошнит Для тех, чье стремление к совершенству Это странно На мой взгляд, это нездорово Да Стала навязчивой идеей Мне необходима дезинфекция Как вы можете так жить? Подвинься, пожалуйста Он раздражен Помешанные на чистоте Мой дом, моя крепость И она прекрасно выглядит Люблю, когда вещи в одной гамме И подходят друг к другу Здесь все для красоты И не для пользования На кухне я не готовлю Даже кухонных приборов нет Кексы, муляж Конфеты нет Нет, но они не для еды Диван тоже для красоты Ненавижу, когда на нем сидят Или прикасаются Я и сама на него не сажусь Бывшая королева красоты 35-летняя Келли Проводит до 30 часов в неделю Приводя свой дом В соответствии со стандартами красоты Только посмотрите Раковина так и сияет Все в доме должно быть чистым И гигиеничным Больше всего Келли ненавидит В своем доме микробов Савалон убивает микробов На 99,9% Больше всего я боюсь Вируса Эбола И других Смертельных вирусов Они приводят меня в ужас У Келли есть свой способ Защитить раковину от микробов В среднем я очищу раковину Пять раз в день И пользуюсь Пятью различными средствами Я трачу 160 фунтов в месяц На чистящие средства Десять лет назад Келли диагностировали ОКР И с тех пор она безуспешно Пытается контролировать свою болезнь Раньше я пыталась лечиться Теперь борюсь с этим сама Людям, не страдающим Обсессивно-компульсивным расстройством Трудно понять Каково с этим жить Избавляя свой дом От пыли и микробов Приходится пылесосить Два-три раза в день Келли ничего не пропускает Я очищу подушки Занавески И даже себя Переходя из комнаты в комнату Собирается грязь Особенно на ногах Поэтому я очищу себя Чтобы одолеть проявление Своей болезни Келли со своим арсеналом Чистящих средств Собирается помочь тем Кто не так одержим Чистотой Я уверена, что Это пойдет мне на пользу Потому что я смогу Бросить вызов своим страхам И в то же время Оказать помощь другому человеку Келли покинула Идеально гармоничный дом И отправилась За 400 километров В прибрежный город Грейт-Ярмуд Я волнуюсь Ведь придется войти В чужой дом Без перчаток на руках И бахил на ногах Я туда не войду Потому что не знаю Что меня ждет внутри Я складываю все на стол Как в ящик для исходящих писем 65-летний бывший повар Кен Обитает в своем муниципальном доме В Грейт-Ярмуде Уже около 30 лет Сейчас вместе с ним Живет кот Тайсон Нужно убирать за котом И с этим я не спорю В уголках и закоулках Скапливается грязь Но я не обращаю на это внимание Когда убираю А вот это моя спальня Здесь самая настоящая свалка Это грязная одежда Которую я еще не постирал Наверное, я ленивый Да нет, я точно очень ленивый Жена Кена умерла Несколько лет назад И с тех пор уборка В этом доме не в почете Это фото моей жены Свадебные фотографии В последний раз я делал уборку В доме пять лет назад Перед похоронами жены Потому что должна была прийти Ее родня Брайан дружит с Кеном три года И хотел бы, чтобы тот изменился Боже, Кен Какие засаленные стены Выкинь эту фритюрницу А где я буду картошку жарить? Я бы приходил в гости чаще Если бы Кен убирал чаще дом И не подвергал мое обоняние Таким испытаниям Я ужасно боюсь микробов Визит в чужой дом, в котором никогда не убирали Просто кошмар для меня Здравствуйте Здравствуйте Я Кен А я Келли Рад познакомиться Взаимно Хотите войти? Да Это моя гостиная Боже, у вас кошки? Да, у меня есть кот Я чувствую Здесь воняет аммиаком Кошачьей мочой Иначе и быть не может Ведь у меня живет кот Я не хотела бы вас обидеть Ничего такого Но здесь Все нужно мыть Я повсюду вижу только грязь Боже, я не знаю, что и сказать Как вы можете так жить? Здесь никогда не убирали? Еще четыре года назад Эта кухня была совсем новой Вы обманываете Нисколько Домовладелец может подтвердить Не верю, что этой кухне четыре года А эти прихватки для духовки? Ну да, их надо постирать Нет, их уже нужно выкинуть и сжечь Я хочу уйти отсюда Хотите взглянуть на спальню? Да Вы спите в этой комнате? Здесь дела едва ли не хуже всего Эти обои, похоже, старше меня Возможно Спинка кровати просто ужасная Но ее же нельзя постирать Можно выкинуть Вряд ли Ее нужно выбросить А что с вашим ковром? Можно пропылесосить Я не могу здесь дышать Похоже, у кота блохи Нет Вы уверены? Абсолютно Мне необходима дезинфекция Не могу больше выносить кошачьего запаха Никогда не бывала в таком жутком доме Ковер просто ужасен Диван отвратителен И занавески тоже И кухня в жутком виде Боже мой Впереди их ждут четыре дня усердной уборки Келли посвящает Кену свои стандарты чистоты Это моя спальня Как номер для новобрачных Я убираю каждый день У вас тоже спинка Это часть кровати Моя тоже не снимается Но Кен, ваша ужасно грязная Это моя гостиная Часто в ней убираете? Каждый день Как в больнице У меня сильное обсессивно-компульсивное расстройство Думаю, это видно по моему дому Вот мой унитаз Такой чистый, что с него можно есть Никому нельзя им пользоваться Правда? Только мне А гости куда ходят? В сад? Нет В яму на заднем дворе? Вам нравятся мои цветы? Не особенно Да вы что? Они подходят к интерьеру Это моя кухня В основном здесь все для красоты Я на ней даже не готовлю Не готовите? Где ж вы питаетесь? Перекусываю вне дома Или в гостях у мамы Видите, здесь все так и сияет Меня не удивляет, что вы не готовите Она одержима боязнью микробов По-моему, это немного странно Не представляю себе, как Кого-то может устраивать такая жизнь Сомневаюсь, что сумею все это разгрести Не желаю ни к чему здесь прикасаться Даже перчатками Это отвратительно Настоящий кошмар Помешанные Помешанные на чистоте Чистка плиты Самая нелюбимая обязанность многих Но для некоторых мытье кухонного оборудования Любимое занятие При уборке плиты необходим налобный фонарик Яркий и суперяркий свет 35-летняя Луис, жена военного, тратит до 30 часов в неделю на поддержание строгой чистоты Я всегда думаю о том, как вымыть что-то еще лучше и чище Я мою туалет дважды в день без всяких перчаток, потому что уверена в его чистоте Я всегда пробираюсь внутрь трубы Для меня главная симметрия и почти военная четкость Конечно, ножницы необходимы и в садоводстве инструмент Я закрепляю фотографии и другие вещи на месте, чтобы все было так, как нужно Складки должны лежать красиво и ровно А если все идеально, то не должно сдвигаться с места Я даже прикрепляю шторы гвоздиками к полу, чтобы они не шевелились Для меня это очень важно Вдруг придут гости и будут судить обо мне Луис не ставили диагноз ОКР, но она обзавелась целым арсеналом средств для борьбы со своим врагом Грязью Вот мои инструменты У меня есть сырный нож, чтобы очищать налет с кранов Я шлифую стол наждаком, чтобы избавиться от царапин Я зачищала их пескоструйным аппаратом, но при этом получалось очень много грязи и пыли Но навязчивые ритуалы начали сказываться на Луис Страсть к чистоте дорого обходится моему здоровью У меня начались проблемы с плечом, и я вынуждена регулярно посещать сеансы массажа И физическая боль только верхушка айсберга для матери двоих детей Не двигайтесь минутку, пока пол не высохнет Уборка занимает важное место в списке моих дел, но я хотела бы больше времени уделять семье Пытаясь пересмотреть свой подход, Луис покидает дом и детей ради помощи человеку с противоположным отношением к чистоте Надеюсь, мои навыки и опыт помогут навести в этом доме порядок А я, возможно, научусь расслабляться и говорить Хватит останавливаться и уделять время семье Луис отправилась в Норфолк, чтобы помочь человеку, который ведет домашние дела совсем иначе Я начинаю нервничать, думая о том, что ждет меня за дверью Во что я только ввязалась Ну вот Вот сколько места осталось у меня в гостиной Выходец из Португалии, 55-летний работник птицефабрики Жозе пружил в этом доме с тремя спальнями 10 лет Я не входил в гостиную с декабря 2010 года Потом она превратилась в зону военных действий с минами и растяжками Жена ушла от Жозе в 2007 году С тех пор он посвятил свою жизнь работе руками и попутно собрал внушительную коллекцию древесины Мне нравится мастерить, люблю инструменты и дерево Я большой ребенок Недавно Жозе перенес инсульт, и ему стало еще труднее передвигаться по дому Еще одно минное поле Кое-что из одежды я купил 25 лет назад и до сих пор влезаю Представляете? Наверное, пора постирать Вот моя половина кровати Больше здесь ни для кого места нет Мне нужно очистить дом, чтобы в нем нашлось место для друзей или спутницы жизни Здравствуйте, как поживаете? Добрый день Я Луис А я Шузе Жозе, очень приятно Проходите Спасибо, с удовольствием Поставлю здесь Это гостиная Боже мой Она же просто-напросто завалена хламом Через все это можно как-то пролезть? Перепрыгнуть Давно не пользуетесь этой комнатой? Примерно пять лет Боже мой Господи С ума можно сойти Боже мой И давно все здесь вот так? Пару лет Пару лет Я знаю, что уже это говорила, но и здесь повсюду хлам Столько вещей, и здесь не место А это кухня Еще больше хлама Да Это у вас что, ламинат на потолке? Да Он достался мне бесплатно Позвольте мне заглянуть к вам в духовку Поэтому вы перестали ею пользоваться? Да Ясно Чтобы показать Жозе, как должен выглядеть безупречный дом, Луис принесла с собой фотографии Это моя гостиная Я знаю Здесь царит минимализм, как видите Отлично смотрится Этого я и добивалась А это кухня Посмотрите на плиту Прекрасно выглядит Да А это спальня Никакого беспорядка У каждой вещи свое место Я избавлюсь от хлама Я избавлюсь от хлама, но кое-что хотел бы сохранить В доме есть вещи, которые дороги мне И я с ними не расстанусь Два процента жителей Великобритании страдают обсессивно-компульсивным расстройством У некоторых оно проявляется в навязчивой боязни микробов и стремлении к чистоте После обработки паром все оставшиеся микробы теперь сгорят в аду Матери троих детей Хейли поставили этот диагноз в 2007 году Она сражается с бактериями до 19 часов в день Если я не могу убраться, начинаю беспокоиться и чувствую себя очень неуютно Важно бороться со страхами, тогда я смогу убедиться, что ОКР мне не помогает И ничего ужасного не случится, если я столкнусь с грязью Хейли надеется справиться с помешательством на чистоте Каждую неделю она приглашает двоих страдающих тем же расстройством Показать свои ритуалы и проявить себя в уборке грязнейших мест Британии Боже! Вместе они смело выступят против микробов Боже, там фекалии! Сегодня они будут мыть столы Для начала продемонстрируют методы на своей мебели А потом применят их в мужском клубе для рабочих В особо сложных случаях я могу чистить свой стол до 15 раз в день Сначала я собираю пылесосом всю возможную грязь Потом беру таблетки для детской гигиены и растворяю их в горячей воде Приятный запах Пахнет хлоркой Потом я беру чистую губку и протираю весь стол После этого я могу им пользоваться, потому что он чистый Компанию Хейли составит директор компании Ричард Ему не ставили диагноз ОКР, но он проводит до часа в день зачисткой стола от микробов Я собираю пыль со всех труднодоступных мест Протираю его антибактериальным средством и отбеливателем Когда стол высыхает, хорошенько натираю его губкой до блеска К Хейли Ричарду присоединится косметолог Карен, который тоже не поставлен диагноз ОКР Я мою свой стол горячей мыльной водой Потом разбрызгиваю чистящие средства и убираю лишнюю пену Не могу жить без моих скребков, обожаю их Мои крошки Одержимые чистотой берут пробу со своих столов, чтобы убедиться в их стерильности Показатель меньше 500 означает, что с поверхности можно есть Я очень довольна Неплохо У меня ноль Теперь, когда их собственные столы идеально чисты, им предстоит применить свои методы в мужском рабочем клубе Где ежедневные уборки ждут пропитанные пивом столы Наверняка они липкие, вонючие, просто отвратительные Сумеют ли одержимые чистотой привести столы в соответствии со своими стандартами? От этого пирога меня сейчас стошнит Какая прелесть, пирог со свининой и слюнями В Грейт-Ярмуте начался первый день уборки Бывшая королева красоты Келли должна за 4 дня отмыть дом бывшего повара Кена Боясь микробов, она не полагается на волю случая Келли предстоит очистить гостиную, кухню и спальню Кена Здравствуйте Вы как будто из лаборатории пришли Ну, Кэн, вы готовы потрудиться? Да, я готов Они решили начать с кухни Чайник в ужасном состоянии Мебель не мыли с момента установки уже 4 года Что под разделочной доской? Этой тряпке здесь не место, правда? Это сборище микробов Вы что, не пользуетесь доской? Под нее нужно подкладывать тряпку Я ее пользовалась и ничего не подкладывала Но без тряпки доска будет скользить А что лежит под кухонным полотенцем? Это миксер Но он грязный Боже, я не стану его выкидывать А это что? Подливка Боже мой, Кэн, какая гадость Это нужно выкинуть Похоже, у Кена на кухне не убирали уже лет 5-10 Корм для крупных собак? У меня нет собаки Но когда-то была? Много лет назад Я это не выброшу Кэн, подушка грязная Это связала моя жена Я ее сохраню Это будет просто кошмар Кэлли настоящая заноза У нее серьезные проблемы Отвратительно Чувствую себя грязной Даже во всем этом В Тетворде Луис предстоит расчистить Десятилетний завал и Жозе Она заказала мусорный контейнер С военной тщательностью она планирует освободить гостиную Потом кухню и спальню Мы с вами начнем с гостиной А вы отметьте стикерами вещи, которые хотите сохранить, хорошо? Луис надеется, что ее система сортировки поможет Жозе быстрее очистить гостиную от хлама Как насчет этого? Оставляем У вас есть машина? Нет Зачем вам тогда аккумулятор? Он совсем новый Поэтому и храню Но у вас нет машины А это? Дерево мне нужно Оставим Ему надо более решительно расставаться с запасами древесины Дерево, природный материал Естественный Так же, как и мы Предстоит вынести много тяжести И Луис позвала на помощь местных грузчиков Здравствуйте Вы Луис? Да, вы пришли помочь, прошу Но скоро стало ясно, что Жозе решил оставить очень многое А в мусор отправилось слишком мало Неудивительно, ведь он находит тайники для своей драгоценной древесины Чудеса Где оно? В безопасном месте Тем временем в Грейт-Ярмуте уборка началась тяжело для страдающей ОКР Келли Мне все это очень не нравится Просто отвратительно Приходится носить маску Я не могу дышать Куда это, по-вашему? Лучше всего в мусор Нет, это я не выброшу Кен, куда вы пошли? Я подумал, раз вы сделали перерыв, я тоже сделаю Я не прерывалась Спустя два часа кухня наконец расчищена, и Келли собирается заняться гостиной Кен, эта комната в ужасном состоянии И что вы собираетесь делать? Я не одна буду ею заниматься, вы мне поможете Хорошо Тогда давайте приступим Впереди много дел Видите, как чисто стало? Да Кен пригласил своего друга Брайана помочь с уборкой Привет, Кен, все силы в бой, да? Брайан, спасибо, что пришел Не стоит благодарности, а вы? Я Келли Здравствуйте, Келли, можно пожать руку? Ладно, хорошо Что вы мне поручите? Вместе с новым помощником Келли взялась за избавление от многолетней грязи В мусор? Да Но почти без участия Кена Кен, я тебя не слышу Подойди сюда Что вы там делаете? Пытаемся закончить, а вы все время курите в сторонке, хотя нужно работать Что нужно? Кен и Келли полные противоположности друг другу Он просил вас подойти, а вы стояли в стороне? Нет, я разбирал этот стол Им непросто находить общий язык Кен? Что это, волосы? Нет, это не волосы, а шерсть моей собаки Она умерла 50 лет назад И лучше украшение интерьера Я нашла кошачьи фекалии Я закончил Стало гораздо лучше Не поубивайте друг друга Ведите себя хорошо Желаю вам успеха Спасибо за помощь, Брайан Ну, посмотрим, что у нас тут А в Тетфорде отставная военная Луис, которая чистит свою плиту каждый день, занялась кухней Жозе Не очень Здесь такая грязь, что Жозе не пользовался духовкой уже полгода Вы чувствуете удовлетворение мастеря из дерева, а я заставляю вещи сиять чистотой, как новые Своего рода терапия Почему вы столько убираете? Мой муж служит вдали от дома, и уборка помогает мне с этим справляться При уборке я все держу под контролем, а о том, куда пошлют моего мужа, я ничего знать не могу А вы не думали о том, чтобы больше отдыхать? Было бы здорово проводить меньше времени За уборкой? Да, и больше посвящать семье и детям, и своему личному отдыху Я очень хотела бы перенять немного его беззаботного отношения Мне стоило бы научиться подавлять свои эмоции, когда мне кажется, что все вокруг не в идеальном порядке Относиться к этому чуть более спокойно, как Жозе Помешанные на чистоте Помешанные на чистоте У вас есть маленькая щетка? В Норфолке остался лишь один день на уборку Келли и Кен пытаются трудиться сообща Видите, гораздо лучше выглядит В своей борьбе с грязью Келли каждый день пылесосит себя и хочет научить этому Кена Что ж, Кен, пора взяться за пылесос Я чищу сначала постель, потом шторы и себя В таком порядке? Не обязательно в таком Оставьте пса Келли меня пропылесосила, это было довольно странно Пройдемся по волосам, Кен Это странно Забавно, но странно Отлично, Кен Впервые вижу человека, который пылесосит себя У меня сильное обсессивно-компульсивное расстройство, я не выношу микробов и грязи Но откуда у вас эта болезнь? Я с ней родилась Людям, не страдающим ОКР, нелегко понять меня А вы явно не больны, поэтому вам тяжело меня понимать Вы не можете пожать руку человеку, с которым встречаетесь впервые? Обычно нет Если на мне не надеты защитные средства Когда Келли пришла в первый раз, я посчитал ее странной Но со временем понял, что это болезнь Теперь я ей очень сочувствую В Тетфорде предпоследний день уборки Луис собирается заняться спальней Жозе Там накопилось столько вещей, что последние три года Жозе, который сейчас одинок Приходится спать только на одной половине кровати За дело нам нужно разобрать очень много Так что решение принимаем быстро Оставить или выбросить? Оставить А это? Да, тоже оставить Оставить, оставить, оставить У него целых шесть курток Я женщина, но даже у меня столько нет Быстро, быстро Ладно Спасибо А это вам нужно? Да Гора нужных вещей, все растет и растет Вы правы Я начинаю беспокоиться, что мы с этим не разберемся Вы мне не помогаете Я не люблю терпеть неудачи А если я не справлюсь, это будет полным провалом Есть причина тому, что вы так цепляетесь за вещи И с этим сложнее всего Я знаю, что она старается помочь Но я хочу помочь себе сам Во дворе Луис нашла возможное объяснение Нежелание у Жозе расставаться с вещами Кажется, это Рим Наверное, рядом бывшая жена Она очень красивая Похоже, они были счастливы Я до сих пор не видела никаких семейных фотографий Похоже, он утратил желание и интерес к жизни После того, как потерял свое счастье Жозе одинок с 2007 года, когда от него ушла жена Когда она ушла? Скоро будет 8 лет Ясно Я понимаю, когда теряешь человека Хочется сохранить все то, что напоминает о нем Особенно, если теряешь навсегда Вы чувствуете привязанность к этим вещам? Правда? Люди друг другу не принадлежат С этим ничего не поделать Но вам нужно жить дальше Да И лучше к себе относиться Хорошая идея, да После этого разговора я чуть лучше поняла Все это грустно Жозе, вам что-нибудь нужно? Нет, спасибо Уверена? Да Хорошо Каждый день средний здоровый человек Контактирует с миллионами бактерий Безо всяких последствий для себя Однако для людей, страдающих ОКР Микробы – это проблема Я чувствую себя неуютно в собственном доме Потому что в нем всегда есть микробы Хелли пригласила двоих людей, помешанных на чистоте Отмыть столы в мужском рабочем клубе Она надеется, что это поможет им побороть страх перед микробами в общественных местах Наверняка они липкие, вонючие Просто отвратительные От этого пирога меня сейчас стошнит Какая прелесть – пирог со свининой Так и представляю, как огромный мужик с кружкой пива запихивает пирог себе в рот И куски свинины рассыпаются по столу Одержимые чистотой берут мазок со столов, чтобы оценить масштаб работы Так Показания, превышающие тысячу, означают риск присутствия вредоносных бактерий Что это? Боже мой! Уровень загрязнения – 3407 Это просто ужас Будь это мой стол, я бы его просто сожгла Теперь они применят свои методы, чтобы узнать, удастся ли свести этот уровень к нулю Понюхай, Карен Нет, что это? Подставка, пахнет прокишем пивом Это было у кого-то во рту Я всего один раз протерла стол горячей мыльной водой, и вот результат Какое удобное приспособление Да, просто отличное У меня есть свой особый воск пчелиный Понюхайте, он пахнет будто мазь Ненавижу подобные запахи Не нравится? Пахнет лесом Да, природой Нет, спасибо После часа работы и применения семи чистящих средств стало избавлено от микробов Прежде поверхности ими так и кишели Тест поможет проверить, насколько они чисты сейчас Показатель меньше 500 означает, что с этих столов можно есть Я довольна Смотрите Ноль Отлично Боже мой Говорю, вам у меня не получилось, потому что свинина была разбросана по всему столу Сегодняшний опыт был для меня полезен Думаю, я даже мог бы выпить здесь пиво Только прежде проверив, чистый ли стакан Я думаю, что всем нам это пошло на пользу И очень хорошо, что мы сумели побороть страх перед грязью Мы очистили эти столы как следует И я довольна Я понимаю, что в общественных местах не может не быть микробов Но я бы, пожалуй, смогла заказать здесь джин с тоником Только не пирог со свининой В Грейт-Ярмуте осталось меньше суток на уборку Кен и Келли принялись за последнюю комнату спальню Кена Кен? Да Хотите оставить эти цветы? Да Может, сунуть их в стиральную машинку? Искусственные цветы в машинку? Да, я так делаю Они выглядят как новые По крайней мере, мои Сейчас мы с Келли ладим гораздо лучше, чем раньше Мне браться за пылесос? Да, можете начинать Думаю, дело в том, что уборка почти закончена Кен, а это вам нужно или выбросить? Выбросим Я так и хотела Кен, пора избавиться от изголовья И вы сделаете это сами Я к нему не прикоснусь Давайте Это ваш дом Видите, какого цвета оно должно быть? Прощай, спинка Это вы на фотографии, Кен? Да, это мы с женой в день свадьбы Она умерла пять лет назад Сколько вы были женаты? Тридцать лет Я перестал следить за порядком в доме Потому что жена заболела И в последние пять лет никуда не выходила Я заботился о ней Убирать было некогда И я все запустил А вы не думаете, что жена смотрит на вас сверху И говорит, давай, Кен, приведи дом в порядок? Думаю Вы должны сделать это ради жены Пожалуй, она бы не хотела, чтобы вы так жили Нет, не хотела бы Надеюсь, я дала Кену мотивацию Преобразить дом Сделать таким, каким его хотела бы видеть Жена Помешанные на чистоте Помешанные на чистоте Сегодня последний день уборки За два предыдущих, избавляясь от хлама, Жозе Луис набрала два полных контейнера Сегодня я встал в шесть часов утра, чтобы начать уборку Луис Меня заразило Вы просто молодец Ну и как ощущения? Вы устали? Да, устал, но доволен На это я и надеялась Да, знаю У Жозе открылось второе дыхание И Луис, наконец, может научить его маленьким хитростям У меня по-военному строгие стандарты Большинство людей просто протерло бы дверцу и все Но для меня этого недостаточно Я изменился Все чище и чище Это просто невероятно Вот Пока я не заканчиваю четырехдневную уборку Луис делится еще одной хитростью Это можно поставить на липучку Никогда так не делал Преображение готов оценить почтальон Джозе Дэрил Сколько я знаю, Джозе в комнату приходилось заглядывать поверх горы хлама Надеюсь, теперь дела получше, хотя хуже было уже некуда Как дела, приятель? Неплохо, а у тебя? Раньше на кухне была настоящая свалка Теперь здесь все чисто и гигиенично Что скажете? Просто не верится Кухню не узнать, правда? Да, теперь она нормальная Точно, именно так Да, это здорово, вы отлично потрудились Я тоже впечатлен Ну еще бы Она сокровище Вы меня смущаете Четыре дня назад гостиную Джозе загромождали старой мебели древесина Которой он не нашел применения за пять лет Теперь у него есть пространство для творчества и даже приема гостей Смотри, приятель Здесь наконец-то можно пройти Здорово, правда? Я потрясен Да, а ты сам-то доволен? Да Вижу Очень Это потрясающе И, наконец, спальню занимала гора старой одежды и вещей Джозе оставалась лишь половина матраса Теперь в комнате найдется место еще и для близкого человека Комната не узнать Именно Она стала совершенно другой С этой стороны лежал хлам, и вот с этой тоже А теперь здесь прямо номер люкс Там было невозможно жить Я очень рад за Джозе, он отличный парень Долгая была неделя Точно Начало положено Буду поддерживать порядок До свидания, пока В моем доме никогда не было такого беспорядка Теперь я знаю, как он выглядит Я пересмотрю свои жизненные приоритеты И не стану фокусироваться на том, чтобы делать все идеально Возможно, я буду более довольна собой Готовы к последним штрихам? Да, и они очень милые В Грэд-Ярмуте истекли 4 дня совместной уборки Кена и Келли Пятилетний мусор выброшен, стены покрашены заново Келли сняла защитный костюм и вместе с Кеном вносит последние штрихи в украшение комнат Посмотреть на результаты их работы пришел друг Кена Брайан Не знаю, что меня там ждет Волшебное преображение или поле битвы Привет, Брайан, входи Здравствуйте Если у Кена дома стало лучше, я буду заходить в гости чаще Четыре дня назад гостиная была пыльной и грязной, а ковер покрывали кошачьей шерсть и фекалией Теперь здесь царит дружелюбная и гостеприимная обстановка Боже мой, потрясающе Здесь можно дышать, никакого запаха кошачьих фекалий и старого тряпья Гораздо лучше Кухню Кена прежде покрывали грязь и жир Ее не убирали со дня установки четыре года назад Теперь повсюду безупречная чистота Куда все делось? Грязь и никотин будто испарились за пару дней Ты, наконец, взял себя в руки и занялся делом Без вашей помощи мы бы с Кеном не поладили Поразительно В спальнике она была грязной, неприятно пахла На стенах был никотиновый налет, а на полу валялась грязная одежда Теперь здесь чистота и свежий запах Кен, мне нравится Никакого налета на стенах и постели Что скажешь, Кен? Ты доволен? Потрясающе Кен, у меня для вас небольшой сюрприз Я вставила ваши с женой фотографии в красивые рамки Теперь снимок жены будет напоминать вам, что нужно поддерживать порядок Очень приятно, большое спасибо Поставьте их куда хотите Может быть, одну сюда, на тумбочку у кровати, а вторую, например, вот сюда Я горжусь тем, чего добилась И рада, что Кен доволен своим домом Надеюсь, он будет поддерживать чистоту Спасибо Пока, Брайан Этот опыт показал мне, что я могу контролировать свое состояние и окружающее пространство И несмотря на свою болезнь, я могу с ней справиться Это было здорово, мне понравилось И я понял кое-что о себе Я немного ворчлив, но все же могу находить общий язык с людьми Я больше не запущу домашние дела А если вдруг начну, посмотрю на фотографии и вспомню, что жена смотрит на меня Луис вдвое урезала время на домашние дела и посвятила освободившиеся часы семье Жузе ищет новую любовь и поддерживает в доме чистоту ради будущей избранницы Болезнь беспокоит Келли немного меньше, и она стала реже пылесосить себя Кен следит за порядком в доме, а Брайан регулярно заходит выпить и поболтать Далее на Телси Редактор субтитров А.Семкин